Девочка-пай Я давно не занимался фотографией. Не знаю, хватит ли у меня денег, чтобы купить эти книги. Я хотела тебе помочь, но ты упрямый отверг все мои предложения. Очевидно, есть и другие пути, чтобы раздобыть деньги, но пока я не вижу их. Марш в постель. Утром ты думаешь гораздо лучше. Не сейчас, любимая. Почему? Эта книга очень важна для меня. Да, я знаю. Поэтому я и предложила тебе взять деньги в долг. Ник, проблема совсем в другом. Дело не в книге, а в тебе. Ты отверг мою помощь, ты не хочешь, чтобы тебе помогал брат. С таким подходом ты останешься ни с чем. Если ты не поняла причин отказа, то ты совсем не знаешь меня. Вполне возможно. Куда ты уходишь? Уже полночь. Ты хотел делать все в одиночку и не зависеть ни от кого. Я не хочу тебе мешать. Добрый вечер. Мэйсон, как ты оказался здесь? Дженнис привезла. Она решила, что обо мне позаботиться только в осином, то есть в родовом гнезде. К сожалению, отсюда мне уже не выбраться. Что ты ищешь? Ключ от домика для гостей. Это я уже слышал. Я не так уж и пьян, как ты думаешь. Это старая шутка. Тебе помочь? Нашел? Наконец-то мы одни. Скажи, а как отнесется твоя жена к подоб... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты расскажешь все Брэндону? Возможно, это единственный способ вернуть ребенка. Пусть он знает, что Кэпвелл, прикрываясь благими намерениями, все время лгали ему. Кэпвелл искрыли от Брэндона, кто его настоящие родители. Но своей ложью они вырыли себе яму. Возможно, я сумею выиграть сражение. Но ни одно сражение не обходится без жертв. Не верю своим глазам. Ты не испугалась? Нет. То есть, да. Зачем ты приехал? Зачем? Поговорить с тобой. Это так срочно? Да, поэтому я и прилетел на Гавайи. Уже поздно. Ты устал с дороги. Нет, не устал. Я плохо переношу разницу во времени. Сегодня проспала до полудня. Слава Богу, все деловые встречи были назначены на вторую половину дня. Врач позвонил утром сразу же после того, как ты ушел. Она беременна. Любопытно, но мне пошел на пользу этот недолгий отдых. У меня появилось время о многом подумать. Я кое-что переосмыслила. На Гавайи. Да, я хочу увидеть Идена. Она ждет ребенка. У него должен быть отец. А я должен попрощаться с ней навсегда. Ну что ж, мудрое решение. Извини, я совсем заболталась. Похоже, сказывается долгое одиночество и недостаток общения. Я очень рада видеть тебя. Правда рада. Я приехал ненадолго. Через три часа у меня самолет. Что произошло, Круз? Сейчас ничего. Иден, я проклинаю себя. Не извиняйся. У нас были прекрасные отношения. Не надо ни о чем жалеть. Это не извинение. Ошибки нельзя исправить. Единственное, можно перестать совершать их. Какие ошибки? Их было множество. Я поступил глупо, опрометчиво, начиная с того дня, когда ты решила выйти замуж за Керка. Зачем я приехал с тобой в аэропорт? Это было какое-то затмение. Зачем я поцеловал тебя? Не упрекай себя. Долгое время я вел себя эгоистично. Я пренебрег твоими нуждами. Самое главное для меня было это бессмысленное соревнование с Керком. Что? Я понял это слишком поздно. Я ненавижу в себе эту особенность. Когда мне бросают вызов, я стремлюсь к победе любой ценой, не задумываясь о последствиях. Значит, вы с Керком устроили спортивное состязание, а почетным трофеем была я? Не будем обсуждать причины. Суть в другом. Наши отношения не имеют будущего. Ты говорила об этом давно, но я не хотел смириться с этим. Ты собирался сражаться? Сражение имеет смысл только когда есть надежда. Что произошло? Я не понимаю. Иден, я не самого плохого о себе мнения. Поверь мне, в мои планы не входит разрушение брака. Керк любит тебя. У вас есть... Превосходный шанс создать прочную семью. Мы с тобой... Что договаривай? Мы разные люди. Вряд ли у нас что-нибудь получилось. Нет. Это была красивая мечта. Но я прозрел. Все закончилось. Я понял это. Я не верю тебе. Наш разговор должен был состояться давно, но так трудно принять правильное решение. Правильное решение? Это же мои слова. Что? Я много думала о нас. Я приняла решение. Хочешь услышать о нем? Сказать тебе? Нет, Иден. Неужели наши отношения закончились? Неужели тебе легко? Я не говорил, что это легко. Твои слова не выходят у меня из головы. Я ничего не забыла. Помнишь, ты говорил, нельзя терять надежду? Ты же сам говорил это. Я не имел права говорить это. Крус, господи. Неужели ты не понял, что давал мне силы? Давал надежду. Без твоей поддержки я просто не смогла бы жить. Иден, не обманывай себя. Мы попали с тобой в одну и ту же ловушку. Я не хочу выслушивать мрачные прогнозы. Ты заблуждаешься. У нас было будущее. Вспомни прошлое. Мы полюбили друг друга. И с первого же момента нам пришлось отстаивать нашу любовь. Мы выжили в этой борьбе. Наша любовь приобрела некий магический оттенок. Без борьбы, без препятствий все было бы совсем по-другому. Мы бы сломались. И разошлись бы в разные стороны. Неужели ты этого не видишь сама? Как ты можешь так говорить? Это правда. Потом заболел твой отец. Ты страдала. У тебя были сомнения в том, должен жить Си-Си или нет. Тогда ты и сказала, что у нас различная шкала ценностей. Каждый человек индивидуальность. Различие мнения это естественно. Но по важным вопросам наше мнение должно было совпадать. Что-то произошло. После того, как мы расстались в аэропорту. Это так? Как я говорил, я пытался принять решение. Ты не думал о решении, когда мы целовались. Решение было принято за тебя. Круз, зачем перечеркивать прошлое? Я не могу объяснить все логически. Конечно. Чувство нельзя объяснить логикой. Тот поцелуй был лучше любых объяснений. Мне не надо напрягать память, чтобы вспомнить его. Один поцелуй изменил многое в моей жизни. Круз, пойми меня. Не надо. Нет. Я боролась отчаянно и упорно. Я воспользовалась предоставленным мне судьбой выбором. Шанс не был упущен. Я приехала на Гавайи и наконец-то разобралась сама в себе. Иден, ты ошибаешься. Круз! Ты изменился. За какие-то считанные дни. Да. Я изменился. Почему ты не подождал моего возвращения? Зачем ты прилетел? Ради этого разговора? Пришло время положить конец нашим страданиям. Потом ты поймешь, что это было правильное решение. Правильно. Не надо больше слов. Мы расстаемся навсегда. Прощай. Доктор Клейд прекрасно поработал. Смогу ли я снова играть на скрипке? Ты обязан ответить «да». Забавно. Я никогда не играла на скрипке. Мэйсон, сегодня ты сыплешь старыми анекдотами. Смех заставляет позабыть о горе. А о чем тебе горевать, Мэйсон? Ты же счастлив? Ты женишься на девушке своей мечты? Пожалуй, мне лучше уйти. Как твое самочувствие? Спасибо, уже протрезвел. Ничто так не вправляет мозги, как вид крови. Я безумно устал. Притворство – это утомительное занятие. Ты считаешь, что я играю? Мэйсон, ты легкомысленно относишься к женитьбе. Ты играешь в любовь, но после свадьбы игра закончится. Тебе предстоит вернуться в повседневную жизнь. Брак – это не вечный праздник, это будни. Ты почему-то забываешь об этом. Ты описала брак как тяжкое испытание. Ты делишься своим опытом? Почему ты женишься на Сантане? Ну, я устал искать принцессу. Впервые в своей жизни решил поступить со своими интересами ради другого человека. Это была ее идея? Да. Но я возлагаю большие надежды на будущее. Любовь часто отсутствует в начале брака. Ты согласна с этим, Мэй? Тебя интересует, любил ли я Марка до свадьбы? Любишь ли ты его сейчас? Конечно, люблю. Ты так уверена? Мэйсон, интересно. А что именно ты понимаешь под любовью? Дать определение любви в двух фразах невозможно. Объясни, как сможешь. Я не спешу. Любовь – это вера и терпение. Любовь – это неразделимое духовное и физическое единство двух людей. Да. Ты угадываешь мысли и чувства любимого человека. А счастье возлюбленного для тебя превыше всего. Значит, у меня еще есть шанс. Я отвезу тебя домой. Да, конечно. Ты в порядке? В полном. Больно. Я начинаю привыкать к боли. Моя любовь – это вера. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. КОНЕЦ КОНЕЦ Есть варианты? А возможно ли позже перекупить весь тираж? Я попрошу вас об одной любезности, вы можете подождать до конца недели? Отлично, я согласен на ваши условия Я постараюсь успеть Огромное вам спасибо Бурные переживания обычно вызывают зверский аппетит Будешь завтракать? Когда Марк поправится, мы примемся за поиски квартиры Но пока вы не позволите нам пожить в домике для гостей Конечно, я не возражаю Мы, разумеется, заплатим за аренду Нет, нет, я не знал, что вам подарить на свадьбу Домик для гостей будет моим свадебным подарком Нет, Си Си Вы получили право бесплатной пожизненной аренды Это слишком щедро Нет, я говорил серьезно Вы действительно можете проживать в домике для гостей После того, как Марк полностью поправится При условии, что вам там понравится и будет удобно Я все расскажу ему, он будет очень счастлив Благодарю вас Не надо благодарностей Я был рад помочь молодоженам Скоро вам представится новая возможность Какая? Мэйсон и Сантана Да, все произошло так стремительно, что я позабыл об этом Это известие было громом среди ясного неба Хотя, как я поняла, их роман продолжался довольно долго Кто это тебе сказал? Мэйсон Мэри, когда-то Мэйсон был влюблен в Сантану, но причина этого брака совсем иная Это ребенок Ребенок? Брэндон Я пообещал отдать Брэндона, если Сантана выйдет замуж Но я не ожидал, что себя в мужьяна выберет Мэйсона Значит, он помогает ей Мэри Мэйсон не такой уж и бескорыстный человек Он пытается любым способом отомстить мне Сиси, но он очень любит Брэндона Уверяю, тебя им движет нелюбовь к ребенку Ты слишком доверяешь мужчинам, Мэри В этом браке мне очень нравится только одна вещь Мэйсон навсегда исчезнет из твоей жизни А вместе с ним исчезнут тысячи ненужных проблем Я должна ехать в клинику Еще раз спасибо за подарок, Сиси Мне не терпится рассказать обо всем Марку Не за что Привет, Мэри Сантана Поздравляю тебя, ты скоро выходишь замуж Да, спасибо Желаю счастья Я желаю вам с Марком всего самого наилучшего Спасибо Его скоро выпишут из больницы Да Я была рада встретиться с тобой Я тоже До свидания Сиси, ты не звонил Джине Нет, вот что с Антана Возьми Брэндона и увези его к себе Дожидайся Джина там Ты отправишь Джину ко мне? Я приглашу ее сюда и поговорю с ней Не сомневаюсь, что после этого разговора Она сама убедит Брэндона остаться с тобой Как ты это устроишь? Не волнуйся, я знаю как Сиси, я доверяю тебе, а вот Джине нет Сантана, я добьюсь, чтобы Джина не влияла на Брэндона От ее поведения зависит ее же будущее Ну иди забирай сына Окей Спасибо Здравствуй, Джина Сиси Приезжай ко мне днем Зачем? Поговорим о Брэндоне Вот что, Сиси, у нас нет общих тем для разговоров Я не собираюсь забивать голову Брэндона чепухой Говорить ему о том, как ему будет хорошо с новым отцом и матерью Я буду сражаться изо всех сил Жду тебя в три Думаю, ты изменишь свое решение Никогда Приезжай, я жду Заканчивается посадка на рейс 756 до Лос-Анджелеса Повторяю, заканчивается посадка на рейс 756 до Лос-Анджелеса Круз, я должна была приехать, я не спала всю ночь Кажется, мы все уже сказали друг другу Это не так, я хочу знать мотивы твоего поступка, зачем тебе это? Иден, я все уже тебе объяснил, это уже не имеет никакого значения Напротив, я не исключаю, что тебя вынудили так поступить Может, ты считаешь, что ты спасаешь меня? Круз, ты волен поступать со своей жизнью как угодно, только не действуй по чужой указке Это мое решение А может, Керка или отца? Повторяю еще раз, я бы не поступил так, если бы не был убежден, что делаю это ради твоего же блага Неубедительно Тебе придется поверить Круз Я опоздаю на рейс Вы чуть не опоздали Добро пожаловать на борт самолета Это вам Оставьте себя Больно зажимая Выgrass. Конец. Конец. Отвесы на сбор năm Кабарат. Отвесы на сборных Пошли по сборных Кабарат Конец. Конец. Он измельчен. Конец. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ты поступишь благородно и отдашь Брэндона Сантане, а после этого ты получишь приличное денежное вознаграждение. Думаю, 30 тысяч тебе хватит. Так я и знала. Я знала, что ты сведёшь разговор к деньгам. Сначала ты долго разглагольствовала о любви к Брэндону, о его интересах, а затем решил просто купить меня. Ничего не выйдет, Сиси. Я не продам сына. Джина! Я думаю, вам лучше привезти её сюда. Да, мы будем здесь. Конечно. Ты говорила, что нужно менять повязку. Я попробовал сделать, но ничего не получилось. Надо пробовать в трезвом виде. Ты намекаешь на то, что я пил? От тебя несёт перегаром. Хорошо, я отойду от тебя подальше. А ты сделаешь мне перевязку? Мэйсон, обратись к дежурной медсестре, я очень занята. Мэри, за ланчем я выпил немного вина, но я вовсе не пьян. Дело не в этом. А в чём? Я узнала, почему ты женишься на Сантане. Так просвети и меня. Из-за отца. Ты делаешь это на зло ему. Это его теория? Разве это не правда? Это только часть правды. Я хочу сделать что-нибудь хорошее для Брэндона и Сантаны. Я хочу помочь им. Помогая им, ты причиняешь боль своему отцу. Но всё же я считаю, что поступаю правильно. Не забывай, наши ситуации чем-то похожи. Как раз нет, Мэйсон. Они абсолютно не похожи. Разве? Марк сделал тебе предложение несколько недель назад, и ты ничего не отвечала ему, пока он не оказался в больнице. Ну и что? Что это доказывает? Просто я была очень напугана. Мне было нелегко решиться на замужество. Что-то ты не очень долго думала, прежде чем отважиться на этот поступок. Посмотри на себя. Кто бы говорил о долгих раздумьях, Мэйсон? Мне кажется, скоро тебе наскучит помощь Сантане. А потом начнется бракоразводный процесс. Разве не так? Развода не будет. Ты уверен? Это фиктивный брак, но в отношения втянут маленький ребенок, и я не допущу, чтобы страдали его интересы. Это благородные намерения. Ты считаешь, что они неосуществимы? Если ты будешь думать только о себе, то вряд ли сделаешь их счастливыми. Интересно, сможем ли мы полюбить еще раз? Джина! Джина! Нет! Закрывай дверь, Сантана. Я не пущу тебя к ребенку. Не смей вмешиваться в мою жизнь. Предупреждаю в последний раз. Не смей причинять боль мальчику, иначе тебе не поздоровится. Оставь меня в покое. Неужели у тебя нет совести? Ведь через пять минут может произойти непоправильно. Сможешь ли ты потом смотреть в глаза Брэндона, наблюдать его мучения? Спусти меня, Сантана! Немедленно! Джина Брэндон услышит тебя. Он узнает, что ты пришла. Прекрати сейчас же. Джина, остановись! Я хочу тебе что-то сказать, Брэндон. Этот разговор должен был состояться давным-давно. Базз, можно повторить? Мэйсон, Мэйсон, я хочу дать тебе совет. Нет, если он касается алкоголя. Тогда я говорю по поручению твоей печени. И откуда столько развелось адвокат? Конкуренция убивает меня. Мэйсон, увлечение спиртным никому не шло на пользу. Возможно, ты и прав. Конечно, я прав. Работая за стойкой, я много чего видел. Базз, намек понят. Непонятно другое, как ты зарабатываешь на жизни, если всячески отваживаешь клиентов. Мэйсон, мне нужны клиенты, а не пьяницы. Пойми меня правильно. Понимаю тебя. Это красиво звучит. Байсон, старина, выпьем? Нет, Керк, я только что вступил в общество трезвенников. Я хотел отметить одно событие. Какое? Ты заработал для отца очередной миллион? Нет, я имел в виду твою свадьбу. Поздравляю. Сантано замечательная женщина. Ты прав, и в то же время не прав. Почему? Прав, что Сантано замечательная женщина, и не прав насчет свадьбы. Что? Свадьба не состоится. Ну, я отвезу тебя домой. Поговорим об этом позже. Нет, 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 Керк, ты не понял. Свадьбы не будет. Конечно, конечно. Запомни раз и навсегда, Керк, только любящие люди должны вступать в брак. Я понял тебя, Мэйсон. Понял? Нет. Эту истину ты понять не можешь. Ведь в вашем браке нет любви. Да, да, да. Ты, Иден, Марк и Мэри. Вы несчастные люди. Я решил прервать серию подобных союзов. Возьми эти приглашения. Возьми. Разорви их в клочья. Свадьба отменяется. Отменяется. Все хорошо, Мэйсон. Два года назад в Лос-Анджелесе я работал на одного парня. Я позвоню ему. Думаешь, у него достаточно денег, чтобы выкупить весь тираж? Ну, конечно, нет, но надо же с чего-то начинать. О, Боже. Невероятно. Нет. Объективы. Увеличитель. Какой ужас. Я не удивляюсь уже ничему. Как только начинаю поднимать голову над водой, так сразу же обстоятельства опять заталкивают меня на глубину. У меня нет сил. Я не знаю, что делать. Я импульсивный человек и совершаю много необдуманных поступков. А знаешь, о чем я сегодня вспоминала? О чем? Как-то мы читали с тобой одну интересную книгу о животных. В ней был рассказ о гусенице. Помнишь? Кажется, да. В конце рассказа гусеница превратилась в бабочку, которая летала от цветка к цветку. Это была красивая бабочка. Да, желтая с черным. Да. Желтая с черным. Там было написано, что когда гусеница превратится в бабочку, тогда она прикоснется крылышками к небесам. Вспомнил? К чему я это говорю? Люди должны расти, меняться. И только тогда они смогут дотронуться до небес. Мы с тобой очень изменились за последнее время. Эти перемены не всегда были хорошими. Помнишь, я лежала в больнице. Это была черта, переступив которую вернуться назад уже невозможно. Но ты уже не больна? Да, я поправилась. Но я не смогла сделать многого. Я хотела найти дом, где бы мы жили вместе. Обещание так и осталось невыполненным. Как оказалось, между обещаниями и их исполнением проходит очень много времени. Поэтому тебе лучше будет пожить в новом доме. У меня есть дом. Я говорю о другом доме. Ты переедешь к Мейсону и Сантане. А где будешь ты? Я буду часто навещать тебя. Но я хочу, чтобы у тебя был отец и мать. Мэйсон будет твоим новым отцом, а Сантана твоей новой матерью. Они очень любят тебя. Я знаю, что ты хорошо относишься к ним. Мой мальчик. Сейчас тебе сложно во всем разобраться. Наберись терпения, и скоро ты привыкнешь ко всем переменам. Я уверена, что ты будешь счастлив. У тебя будет дом. А новые родители, которые любят тебя, сделают тебя счастливым. Ты не будешь кочевать из дома в дом, каждый раз прощаясь со мной. Скоро ты вырастешь. И дотянешься до небес. Я очень люблю тебя. Я буду любить тебя всегда. Джина. Приглядывай за ребенком. Мэйсон, как ты оказался здесь? Поезжай домой, проспись, а потом возвращайся. Сантана все объяснит тебе. Я хочу сделать заявление. Какое? Я думаю, ты прав, отец. Сейчас не лучшее время. Я горжусь тобой, Джина. Это должно утешить меня. Я был уверен, что в момент кризиса ты поступишь правильно. Но как гадко на душе. Я рад, что ты не устроила скандал. Мне наплевать на твои оценки. Я хотел... Я хотел кое-что тебе предложить. Мне кажется, твое предложение несколько запоздало. Мое предложение насчет денег остается в силе. Но я должна уехать из города. Подумай, Джина. Ты не выгонишь меня из города. Я хочу дождаться, когда совесть заест тебя. Я хочу насладиться твоими мучениями. Зачем, Джина? Чтобы ты побывал в моей шкуре. Посмотрим, что будет, когда ты лишишься Идан. Я понимаю, что тебе тяжело. Я пережила кошмар. В моей душе пустота. И ничто не сможет заполнить ее. Я дам тебе шанс начать новую жизнь. Этого недостаточно. Я хочу, чтобы ты почувствовал то же, что сейчас творится в моей душе. Сиси, ты не останешься навеки наверху пирамиды. Наступит время, и начнется твое падение. Я хочу первый увидеть его. Авторы сценария Бриджит Добсон Джером Добсон Режиссер Гэри Болан Продюсер Джилл Фаренфелп, Стивен Кент и Леонард Ридлендер.